Сегодня у нас замечательная панель спикеров, имеющих непосредственное отношение как к разработке этого инструмента, так и к его практической реализации. Я рад приветствовать и добро пожаловать Алишер Аддекадыров, вице-министр национальной экономики, Алида Туйбекова, директор департамента сервисной поддержки акционерного общества «Казахинвест» и Ричард Спунер, представитель компании «Баумант Индестриз» в Казахстане. Сегодня мы совместно с нашей панелью спикеров просмотрим вопросы, посвященные соглашениям об инвестициях. И рассмотрим не только политические его аспекты внедрения, но также обсудим и виды преференций, доступных как в стратегических инвестиционных соглашениях, так и в инвестиционных контрактах, их отличия и разницу. Расскажем о преимуществах структурирования проектов на площадке Международного финансового центра «Астана» в рамках соглашения об инвестициях. И обсудим опыт американской компании «Баумант Индестриз» в заключении соглашения об инвестициях. Позвольте также упомянуть, что в рамках отведенного времени мы имеем 10 минут на сессию вопросов и ответов, но будем смотреть по ходу сессии, останется ли у нас время. В любом случае, все вопросы, которые будут адресованы слушателями сегодняшней сессии, мы ответим либо в эфире, либо после эфира в персональном порядке. Спасибо большое. Алишер Ильисович, позвольте начать с вас, как представителя уполномоченного органа и органа-разработчика законодательных поправок по соглашению об инвестициях. Министерство национальной экономики, как уполномоченный орган, курирует государственную политику в сфере привлечения инвестиций. В этой связи, уважаемый Алишер Ильисович, позвольте задать вопрос и поделиться мнением, каким требованиям инвесторы должны соответствовать для заключения соглашения об инвестициях, какие виды деятельности определены как приоритетные и возможные к реализации посредством этого инструмента. Будем рады приветствовать вас здесь. Спасибо большое. Приветствую. Спасибо большое за возможность поучаствовать на конференции. Хотел бы поприветствовать всех участников. Я, наверное, немного шире начну в целом о той работе, которая сейчас проводится и конкретно уже по самим соглашениям. Сегодня, как все мы, в принципе, видим, экономика Казахстана вступает в стадию восстановления после коронакризиса прошлого года. В этом контексте важно, чтобы мы сосредоточили нашу работу на переходе от антикризисных мер, которые были предприняты оперативно в прошлом году, к долгосрочным, к работе с долгосрочными вызовами и возможностями новой реальности. Мы сейчас как раз находимся в процессе этого перехода. Уже видим, что по состоянию на июнь ВВП увеличился на 1,6%. Наш прогноз в целом по темпам роста на текущий год – это коридор 3,5-4%. Значительную роль в восстановлении экономики и активности бизнеса имеют темпы вакцинации населения, в принципе, так же, как и во всем мире. По статдам сегодня вакцину получили уже почти 3,5 миллиона человек. Мы надеемся, что существенных таких вспышек новых коронавирусной инфекции уже не будет. В свою очередь, обеспечение стабильного притока инвестиций имеет особое значение для долгосрочного роста, устойчивого роста и несет мультипликативный эффект на развитие экономики в целом. Задачи, которые поставлены перед правительством, это довести инвестиции в основной капитал до 30% от ВВП. Задача очень амбициозная. И доведение прямых иностранных инвестиций до 30 миллиардов долларов в 2025 году. Сейчас мы по итогам пяти месяцев наблюдаем положительную динамику. Несмотря на замедление темпов и завершение реализации самых крупных проектов в нефтегазовом секторе, обрабатывающая промышленность у нас растет опережающими темпами. Это касается как инвестиций, так и выпуска. Условия глобальные и острая необходимость привлечения инвестиций и увеличения экспорта для поддержки диверсификации экономики. Спрос на инвестиции сегодня, он как никогда высок, предложение сокращается. Это мы видим по соседним странам, в целом по регионам. То есть конкуренция за инвесторов усиливается. Нами совместно с другими заинтересованными госорганами проводится работа по системным мерам для запуска нового инвестиционного цикла. Мы видим, что он у нас становится все более таргетированный и проактивный. Мы за то, чтобы в Казахстан приходили качественные инвестиции. То есть не только сами прямые иностранности, но и компетенции, технологии. Все это тоже очень важно для Казахстана. В текущем году, как уже было сказано предыдущим спикерам, был внедрен новый инструмент для инвесторов. Это стратегическое инвестиционное соглашение. Соглашение заключается между лицом и полномочным правительством и стратегическим инвестором в целях фиксации договоренности для обеспечения режима стабильности всего инвестиционного законодательства с предоставлением мер поддержки сроком до 25 лет. От лица правительства, как правило, выступает отраслевые государственные органы. Это может быть Министерство индустрии, сельского хозяйства, торговли, энергетики. Как известно, стабильность условий и гарантии правительства – это основные факторы для инвесторов при принятии решений по реализации крупных долгосрочных проектов и в целом по инвестированию в ту или иную страну. В этих целях в налоговом фодексе у нас закреплена стабильность фискального режима для инвесторов, заключивших стратегическое инвестиционное соглашение. Что касается условий, то есть объем инвестиций должен быть не меньше 50 миллионов долларов. Инвестор не должен являться недропользователем, поскольку наша задача – это диверсикация экономики. Инвестор не должен производить подакцизные товары и не должен применять другие специальные налоговые режимы, которые были ранее. Кроме того, то, что касается отраслей – это тоже приоритетные отрасли экономики. То есть на сегодня у нас имеется в следующей сфере – это разведение крупнорогатого скота, переработка и консервирование мяса. Продолжение флоттехники и лекарственных средств для ветеринарии. То есть этот перечень, он не конечный и он по необходимости может быть дополнен. Непосредственно услуги инвесторам предоставляются системой фронт-офисов, к которому относятся как наши государственные органы здесь, в Нур-Султане, так и наши посольства за рубежом. Национальная компания «Казахинвест» и еще ряд наших институтов развития. Это в том числе фонд прямых инвестиций, сам рук «Казанаинвест», организации, входящие в систему «Вайтирек». Вместе с тем мы продолжаем работу по совершенствованию инвестиционных инструментов, всегда открыты новым предложением и рады любому инвестору. Спасибо большое, у меня все. Спасибо большое, Алексей Лисович. Следующий вопрос я хотел бы адресовать Алиде Нурвановне, как представителю национальной компании «Казахинвест», непосредственно оказывающей поддержку инвесторам и сопровождение. Алида Нурвановна, пожалуйста, расскажите, чем новый инструмент соглашения об инвестициях выгодно отличается от уже имеющихся и знакомых многим инвесторам инвесторного контракта и другим видам поддержки инвесторов в Казахстане? Может быть, также расскажете, какой объем преференций предоставляется новым инструментам? Спасибо большое. Здравствуйте еще раз. Я рада приветствовать всех участников. Благодарю за возможность выступления на данной площадке. И позвольте вам продемонстрировать, то есть мое выступление будет сопровождаться презентацией, на основании которых можете увидеть именно преимущество нового инструмента. Вот, да? Соглашение об инвестициях было введено в законодательство Казахстана с 1 января 2021 года. Данное соглашение об инвестициях я немножко расскажу о предыстории. Посмотрите, пожалуйста, рядом у меня есть как в таблице показано инвестконтракты соглашения об инвестициях. До 2021 года у инвесторов в обрабатывающей промышленности была только одна возможность заключения соглашения или договора с правительством Казахстана. Это инвестиционный контракт. Инвестиционный контракт, он, заключение инвестиционного контракта является в настоящий момент государственной услугой, который предоставляется через систему ЕГОВ. То есть, и данная услуга предоставляется в бумажной либо электронной форме. В бумажной форме это инвестор может подать заявку на заключение инвестконтракта через СОН в электронном форме на сайте elicense.kz. Инвестиционный контракт заключается на основании модельного контракта. То есть, по сути, нет никаких переговоров, никаких обсуждений, никаких предварительных каких-то условий. Инвестор подает заявку, если заявка одобрена на инвестиционные преференции, ему дают контракт, на инвестиционный контракт, в котором будет закреплена его рабочая программа. Соглашение об инвестициях совершенно другой инструмент. В соглашении об инвестициях нет никакого модельного контракта, типовой формы, нет предварительной процедуры. Это не государственная услуга. Соглашение об инвестициях – это прямая возможность инвесторам заключить договор с правительством на условиях, которые будут обговорены между правительством и инвестором. Как правильно отметил Алишер Елисович, это новый инструмент, который сейчас вводится, совершенствуется. Мы приветствуем все предложения, рекомендации по данному инструменту. Соглашение об инвестициях открыт, может быть, как и инвестконтракт, заключается только между юридическим лицом Республики Казахстан, так же как инвестконтракт, плюс юридические лица, зарегистрированные в МФЦ, также могут заключить соглашение об инвестициях. Как уже ранее сказали, соглашение об инвестициях заключается с отраслевым органом, уполномоченным правительством на его заключение. Инвестконтракт заключается только с комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел РК. Инвестиционный контракт, как уже сказала, государственная услуга, соглашение об инвестициях – это договор. Именно свободный договор между двумя сторонами, который заключается с условиями по волеизъявлению двух сторон. Соглашение об инвестициях предполагает, что одним из условий для заключения соглашения об инвестициях является условие об усуществлении инвестиций в размере не менее 7,5 миллионов МРП. На данный момент это примерно 49 копейками 50 миллионов долларов США. Кроме того, в соглашении об инвестициях нет никакой типовой формы, поэтому все условия, виды, порядок, предоставление, преференции должны быть закреплены в самом соглашении. С кем заключается отраслевой орган в зависимости от того, в какой отрасли заключается соглашение об инвестициях. Если этого здравоохранения заключает Министерство здравоохранения, если проект касается сельского хозяйства, в сфере сельского хозяйства, естественно, будет заключать Министерство сельского хозяйства. Юридическое лицо, которое заключает соглашение об инвестициях, значит, должно иметь в виду, что соглашение может, я еще раз подчеркиваю слово может, но не должно, может предусматривать налоговые преференции в отношении корпоративного подоходного налога, земельного налога, налога на имущество и освобождение от НДС. Это только для участников СЭС, плюс уменьшение налоговых обязательств. В чем отличие от инвестконтракта? В инвестконтракте четко закреплены преференции, которые предоставляются. Они указаны в предпринимательском кодексе и налоговом. В соглашении об инвестициях четко определены только налоговые преференции. Все остальные преференции, предусмотренные законодательством, могут быть предусмотрены по соглашению сторон в самом соглашении об инвестициях. Юридическое лицо, заключившее соглашение об инвестициях, также имеет право на возмещение до 20% стоимости строительно-монтажных работ и приобретение оборудования без учета НДС и акцизов в соответствии с налоговым законодательством. В налоговом законодательстве введена новая глава 80-1, она касается именно преференции по соглашению об инвестициях, а в предпринимательском кодексе это статья 295-2. То есть на данный момент только три закона упоминают соглашение об инвестициях. Это предпринимательский кодекс, налоговый кодекс и закон АСС. Отдельно нужно сказать по видам деятельности. Виды деятельности для соглашения об инвестициях закреплены в постановлении номер 13 от 14 января 2016 года. Третья часть перечня приоритетных видов деятельности посвящены видам деятельности для соглашения об инвестициях. Я просто для примера приведу. Это такие виды деятельности, как растеневодство, животноводство, предоставление услуг в этих областях, производство продуктов питания, производство машин и оборудования, производство фармацевтических продуктов и медицинских материалов. Я знаю, что на данный момент очень много заявок, очень много пожеланий, рекомендаций, чтобы включили также виды деятельности других проектов в этот список. Но на данный момент мы работаем над этим, но, естественно, сразу все деятельности мы не можем включать. Также мы разрабатываем гибкий механизм включения в этот список других приоритетных, других видов деятельности для реализации других проектов. Здесь условия. Посмотрите, пожалуйста, на данном слайде условия, про которые я уже сказала. Я уже говорила, что это юрлицо или республики Казахстан, или юридическое лицо МФЦА. Должен быть определенный объем преференции, не менее 7,5 миллионов МРП. В соглашении будут определены все условия. Я еще раз подчеркиваю, в соглашении могут быть предусмотрены преференции и льготы, которые предусмотрены законодательством МРК. То есть, если в законодательстве МРК такого инструмента нет, это будет представлять определенные сложности при переговорах. В целях получения преференции юридическое лицо должно быть соблюдены определенные условия, которые закреплены в нашем налоговом кодексе. Во-первых, в самом соглашении об инвестициях должны быть закреплены эти налоговые преференции. Они не предоставляются автоматически. Они предоставляются, если только есть согласие двух сторон. Инвестиционный проект должен, естественно, реализовываться в одном из приоритетных видов деятельности, которые установлены в постановлении номер 13. Юридическое лицо, как уже Алишер Ильисович сказал, не может быть недропользователем или лицом, осуществляющим производство подакцизных товаров. И юридическое лицо, которое заключает соглашение, не должно применять специальные налоговые иные режимы, соответственно, чтобы не пришло двойных налоговых каникул. Положение об инвестициях, положение соглашения об инвестициях сохраняет свою силу до 25 лет. Вот оно отличие от инвестконтракта. Инвестконтракт максимум 10 лет, потому что срок действия инвестконтракта – это срок действия преференции. Срок действия преференции максимально 10 лет. Срок действия соглашения об инвестициях – 25 лет со дня его заключения. Но законодательство разрешает нам вносить изменения по соглашению сторон. То есть есть возможность правовая продлить этот срок. И здесь на данном слайде показаны все налоговые преференции, которые предоставляются на данный момент в соответствии с налоговым кодексом. Подчеркиваю, глава 80-1. То есть у нас есть аналоги с инвестконтрактом. Тот же КПН – освобождение от корпоративного подоходного налога, освобождение от земельного налога и освобождение от налога на имущество. От корпоративного подоходного налога срок освобождения так же, как инвестконтракте – 10 лет. То же самое в земельном налоге. Налог на имущество предоставляется так же, как инвестконтракте. Каникулы по данному налогу будут 8 лет. Нужно обязательно обратить внимание на срок отчета. Срок отчета у каждого налога свой индивидуальный. И НДС. Также в рамках соглашения об инвестициях возможно получить освобождение от НДС. Однако освобождение оборотов по реализации товаров, работы и услуг от НДС предоставляется налоговым кодексом при одном условии. Лицо, которое заключило это соглашение, должно реализовать свой проект на территории СЭС. Причем по СЭС есть одно такое льготное условие. Для участников СЭС, которые заключили соглашение об инвестициях, которые осуществляют инвестиции в размере не менее 15 миллионов МРП, срок функционирования специального правового режима СЭС, права и обязанности участников сохраняются на срок действия соглашения об инвестициях, не на срок СЭС. О чем это говорит? Говорит о том, что даже если срок действия СЭС истекает, правовой режим СЭС, также обязанности и права всех участников сохраняются на срок действия самого соглашения об инвестициях. Отдельно по уменьшению налоговых обязательств. Эта данная налоговая преференция предусмотрена только для соглашения об инвестициях. И еще раз подчеркиваю, соглашение может предусматривать также уменьшение налоговых обязательств при одном условии. Если юридическое лицо, которое его заключило, осуществляет инвестиции в размере не менее 15 миллионов МРП. Однако данное положение не применяется к лицам, заключившись соглашение при осуществлении ими деятельности на территории СЭС. О чем это говорит? Уменьшение налоговых обязательств предоставляется только тем, кто не осуществляет деятельность на территории СЭС. Кому предоставляется? Тем, кто применяет налоговые преференции. По истечении срока действия данных преференции, КПН, земельный налог на имущество, далее лицо вправе получить, если, конечно, это закреплено в соглашении, уменьшение налоговых обязательств. Уменьшение налоговых обязательств производится в размере не более 20% фактических расходов и применяется по стечении 10 лет срока действия преференции по КПН, земельному налогу и налогу на имущество. Отдельно хочу подчеркнуть про стабильность законодательства. Положение, еще раз, соглашение об инвестиции в зависимости от инвестконтракта сохраняет свое действие в течение 25 лет. Вот отличие от инвестконтракта. В инвестконтракте стабильность законодательства предусмотрена только в отношении налоговых преференций и условий о привлечении иностранной рабочей силы. В соглашении об инвестициях все положения сохраняют свое действие в течение 25 лет. Если будут какие-то изменения по КПН, налогу и земельному, по корпоративному подоходу налогу, налогу на имущество или земельному, то есть будут какие-то изменения в механизме, в ставках, все равно будут применяться те условия, которые действовали на дату заключения СС. Я думаю, я по времени уже уложилась. Я рада буду ответить на вопрос и хочу подчеркнуть. В национальной компании «Казахинвест» сейчас создано специальное подразделение «Таскфорс». Как я уже ранее говорила, для заключения соглашения об инвестициях, в отличие от СС-контракта, нет регламента. Поэтому обращайтесь к «Казахинвест» «Таскфорс». Мы всегда рады каждому инвестору помочь. Спасибо за внимание. Да, благодарю, Алида Туебековна. Большое спасибо за ваше очень подробное выступление и сравнение таких преференций, которые предусматриваются инвестиционным соглашением, именно стратегическим инвестиционным контрактом. Я думаю, было очень полезно нам узнать на примере, увидеть конкретно, в чем его преимущества и отличия от уже известных до этого инструментов. Прежде чем мы перейдем к следующему выступлению, я бы хотел вкратце упомянуть также то, что все, что было сейчас спикером презентовано, возможно и реализовать в рамках юрисдикции Международного финансового центра «Астана». То есть предпринимательский кодекс прямо предусмотрел возможность заключения соглашения об инвестициях юридическим лицом, созданным в МФЦА. Так зачем и в чем еще, может быть, дополнительные какие-то преимущества заключения такого соглашения именно в рамках юрисдикции МФЦА? Наверное, прежде всего, это английский язык. Для иностранных инвесторов достаточно удобно готовить все корпоративные документы, иную документацию по реализации проекта, разработке на английском языке без необходимости переводов и также применение правовой инфраструктуры МФЦА именно на английском языке. Второе – это юридическая архитектура, которая выстроена в Международном финансовом центре «Астана». То есть это собственное право, состоящее из актов МФЦА общего применения и финансового регулирования, которые основаны на актах ведущих мировых финансовых центров. Также корпоративное право МФЦА предоставляет достаточно гибкий и широкий выбор корпоративных форм создания бизнеса в МФЦА. То есть это порядка 15 различных форм юридических лиц, которые можно подобрать в зависимости от проекта и в зависимости от рисков, которые содержат данные именно инвестиционные проекты под конкретную реализацию и направление. В целом, общее право коммерческое и финансовое регулирование является достаточно очень известным и знакомым иностранным инвестором. Я думаю, что, кроме того, оно может применяться и в различных отраслях экономики, и мы не ограничены в этом. При этом лицо, которое заключило соглашение об инвестициях, может его применять и в отношениях с другими юридическими лицами, которые не созданы в МФЦА. Также я бы хотел упомянуть возможность разрешения споров, коммерческих споров в институтах разрешения споров МФЦА «Астана». То есть по умолчанию споры между участниками центра разрешаются судом МФЦА «Астана». Но стороны свободны в выборе институтов разрешения споров по коммерческим контрактам. Здесь может быть и суд МФЦА, и Международный арбитражный центр. Далее, ввиду ограниченности времени, позвольте перейти к следующему спикеру. Мистер Ричард Спунер, представитель компании «Валмонт Индостриз». И необходимо отметить, что компания «Вэлли Кусто» была зарегистрирована в МФЦА «Астана» для реализации и работы именно в рамках стратегического институционного соглашения по реализации проекта в сфере сельского хозяйства. Поэтому, Ричард, нам будет очень интересно услышать ваш персональный опыт, ваш путь, который вы прошли, и почему вы выбрали именно структурирование проекта в МФЦА «Астана». Спасибо. Ричард, приглашаю вас. Спасибо, Иркин. Я буду говорить по-английски. Я хочу сказать, что «Валмонт» был очень рад, и мы благодарим АИФЦ за приглашение о нашем проекте в Казахстане, который led to the signing of the investment agreement в January of this year, as the previous speakers have noted. Мы имеем серьезные планы в Казахстане в том, что это наш региональный бизнес hub. Through our JV with Кусто Group, we plan to invest around $50 million in the construction of a plant in the industrial zone of Almaty in order to produce our irrigation machines and also other products. And we will be marketing these products in Kazakhstan and in all neighboring countries. We've been making sales to farmers here for around 10 years. But Valmont senior people first visited Kazakhstan in late 2018 as part of a delegation of agribusiness companies put together by the U.S. Department of Agriculture. Two things stand out from that very first visit. One was the level of interest that the government immediately showed what Valmont can offer in developing precise irrigation. The other is the fact that we met our future partner, Kusto Group, led by Yerkin Tatishev. Kusto has played a huge role in our project's development. And on the other issue, our people immediately understood that modernizing agriculture and irrigation was a priority of the government. We believe firmly that the Prime Minister and the Ministry of Agriculture, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of National Economy, and the Ministry of Ecology are all invested in our project in order to enlarge the volume of irrigated land in Kazakhstan and increased harvest yields while managing the country's water resources more efficiently. Over the course of 2019, Valmont hosted a delegation of the Ministry of Agriculture in July in Valley, Nebraska, led by Minister Omarov. An MOU was signed. And in December of 2019, Prime Minister Mahmoud visited Valmont to sign an agreement on principles. All of which led, as I said, ultimately to the signing of our investment agreement this January. Last October, as we were closing in on that agreement, the government announced that it would soon introduce a new instrument to stimulate investment called the Strategic Investment Agreement. Naturally, we were interested in this news, and we asked, for instance, if there were any incentives in the new instrument that weren't on the table in our negotiations. It turned out that our negotiations were something of a trial run for the new instrument. As Alida described in detail, the old instrument called the Investment Contract was rather inflexible, terms and conditions set in advance, regardless of the sector in which a potential investor planned to work. So things are different now. And I recommend that potential investors pay attention to what the new instrument offers. You can now negotiate project-specific incentives that are made possible by amendments to the country's code on entrepreneurship, its labor code, and its tax code. And of course, there are certain benefits that come from locating your operations in an industrial zone or special economic zone. I think the main point that we have come to understand clearly is that Kazakhstan is serious about diversifying its economy. Agriculture and livestock are a natural new engine for development. And we plan to take advantage of that opportunity. Investors in other sectors can likewise benefit from the government's commitment to diversify the economy. In terms of getting it all done, please note the Ministry of Foreign Affairs was charged, I think it was four years ago, with taking the lead in working with potential foreign investors. From the beginning of our engagement with Kazakhstan and up through our signing this January, the Embassy of Kazakhstan in Washington and Ambassador Kazakhan have played a crucial role providing advice, support, liaison with the key government agencies that we needed to work with. But newly arrived Ambassador Ashibayev has continued this support. And I believe you would find that the Kazakhstan Embassy in your country will be fully committed to supporting a potential investor. On the ground here, Kazakh Invest created in 2017, part of the MFA system to facilitate foreign investment has been a constant source of reliable support which we value very highly. Our JV with Kusto Group called Valley Kusto is registered here with the Astana International Financial Center and for that was a very easy decision. AIFC was created to be a venue for foreign investors in Kazakhstan with its special legal framework, its international arbitration court, its financial services network, AIFC Governor Kalimbertov is an experienced top-level government official and the specialists on his staff are accessible to provide consultations to foreign investors, something that I know from personal experience. I think Kazakhstan has made it clear that it is serious about diversifying its economy and doing what's needed to attract investors. I'm not saying that that makes it easy to reach a deal. negotiations on an investment are going to be easy. Following the signing of our agreement on principles, we spent 13 months negotiating our investment agreement. But Kazakhstan, in my view, has taken the steps to facilitate investment to offer the kinds of incentives that investors expect and I think that makes its market very well worth looking at. Thank you. Richard, thank you very much for your presentation, which was on the third. Now we move to questions and answers. There are a few questions from the audience. and the first two questions. I think we'll kind of see how many three questions. And the first two questions are addressed to you. Alshare Elisavich, but I think from the содерж of the talk, I think Alida Нурлана тоже здесь может принять участие в ответах. Первый вопрос. Есть ли у инвесторов возможность согласовать с правительством объем инвестиционных преференций, которые не предусмотрены отечественным законодательством, к примеру, выдачи земельного участка в аренду на безвозмездной основе? Пожалуйста, коллеги, кто будет готов первым прокомментировать? У нас сейчас законодательством предусмотрена выдача земли в качестве натурного гаранта. Да. То есть вот здесь я проблем не вижу. Следующий вопрос адресован Ричарду Спонеру. Ричард, подскажите, пожалуйста, какие преимущества юрисдикции МФЦА именно сподвигли Валмонт на то, чтобы выбрать юрисдикцию МФЦА для регистрации компаний в рамках данного инвестиционного проекта? Спасибо, Кирилл. И я надеюсь, что мы не будем. Или арбитрирование. Но для нас это было просто очевидно, что АИФЦ был на месте, чтобы быть регистрацией. И с нашими партнерами Кусто, мы решили это право, что мы решили регистрацией с АИФЦА. Есть еще один вопрос, который, я думаю, мы успеем ответить. Он был адресован мне. Мы с китайским партнером планируем создать холдинг в МФЦА. После того, как зарегистрируем компанию в МФЦА, можем ли мы применять право МФЦА в контрактах с третьими лицами, не являющимися участниками МФЦА? Да, вы можете использовать право МФЦА в качестве применимого права контрактов, коммерческое право МФЦА. Это возможно по выбору сторон. Так же, как и обращение в институт разрешения споров МФЦА, так же возможно по выбору сторон, не только участниками МФЦА. Я бы хотел поблагодарить всех спикеров за сегодня уделенное время и очень подробные и понятные презентации по такому инструменту, как соглашение об инвестиции. Надеемся, что сегодня вы получили полезную информацию и будем рады ответить на дополнительные вопросы вне рамок данной конференции. Спасибо большое.